Всем привет, меня зовут Вячеслав Карманов, я автор этнопарка территории Сибири в городе Новосибирске. И в этом видео я продолжу разбивать стереотипы городского человека, связанные с жизнью и бытом коренного населения Сибири. Когда про этнопарк какой-нибудь новостной телеканал снимает сюжет, то часто, вопреки тому, что мы про этнопарк рассказываем, можно услышать что-нибудь в духе вот этого. Настоящий этнический поселок появился в Новосибирске. Узнать про жизнь коренных народов Сибири теперь могут все желающие. Как жили наши предки несколько сотен лет назад. Или вот этого. Как жили наши предки несколько веков назад. В Новосибирске работает этнопарк, в котором не просто все это покажут, но и расскажут. В одном из предыдущих видео я уже рассказывал о том, что в основном горожане считают юрты, как и в принципе традиционный образ жизни кочевников в степи, чем-то давно уже утраченным. Тем, что было лет сто назад. Тогда речь шла конкретно про юрты, но в принципе люди тоже самое думают вообще про традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Сибири. И про оленеводов тундру, и про кочевников в степи, и про охотников и рыболовов в тайге. Поэтому, когда они попадают в наш этнопарк и видят чумы и юрты, то имя это воспринимается как какой-то неправильный музей. Потому что, по их мнению, все должно быть древнее, а у нас все сплошь современное. Отсюда возникает вопрос. А зачем нам, вопреки ожиданиям посетителей, показывать то, что есть сейчас, вместо того, что было когда-то давно? Отвечаю сразу всем. Потому что для этого у нас есть этнографические музеи, которые приумножают наше знание о прошлом. Что же касается будущего, то не хотелось бы наглухо закрывать дверь в интересный самобытный мир Сибири, который есть и сейчас. Естественно, он адаптировался к современным реалиям. Но если считать его исчезнувшим, то он, конечно, исчезнет. Именно за этим мы и привозим в Новосибирск разные интересные вещи из экспедиции. Ставим юрты, ставим чумы, чтобы показать. Вот оно, все это рядом, буквально у вас за огородами. Так что нечего сидеть дома, надо путешествовать, расширять свой культурный кругозор. Так что, до новых встреч!